Кто сказал, что кочевники оторваны от современной жизни? Вот сейчас ребята ведут прямую трансляцию в интернет. А можно спросить? Можно ли у вас спросить, о чем ведете трансляцию? Мы сами для себя. Я вас тоже сниму. Давайте. Как вас? Меня Андрей зовут. Андрей. Мы передаем всем привет всем кочевникам, которые сейчас не попали на праздник. Посмотреть и поснимать было действительно много чего. В этом году в Надыме впервые провели парад шествия оленьих упряжек. Колонна участников проследовала по набережной города. На это время она стала пешеходной зоной. Вы когда-нибудь слышали про этнобиатлон? В Надыме придумали новый вид спорта и собираются его активно развивать. Согласно правилам, необходимо преодолеть определенную дистанцию на национальных лыжах. А затем вместо выстрела из винтовки накинуть аркан на хорей. Так местные кочевники именуют палку для управления оленью упряжки. Получается, правило, круг сделал и сейчас собирает аркан. Если промахнулся, лесный круг делает. В принципе, показательные выступления в данном случае были неофициальные соревнования. Да, это проводилось впервые в Надыме. Полагаю, что этот вид спорта станет для нас официальным, интересным. Было очень много заявок принимать участие, но, к сожалению, в рамках ограниченности времени мы не смогли пока. Зрители, которые приходят на День оленевода, всегда с нетерпением ждут самого зрелищного действия соревнований – гонок на оленях упряжках. В этом году в них приняли участие 20 женщин. Первое место завоевала Кристина Салендер из Яр-Сале. С 2018 года в Надыме проводится турнир среди юных оленеводов, единственный на Ямале. Здесь нет борьбы и гонок на оленях упряжках, чтобы не травмировать юных спортсменов. Это спорт травмоопасный очень, поэтому как-то еще не рассматривается это. Но все остальные виды спорта практически все, что есть у старших, мы проводим у юных оленеводов. По итогам Кубка губернатора Ямала команда Ямальского района стала лучшей в общекомандном зачете, набрав по итогам соревнований 20 баллов. Ну а гости праздника с нетерпением ждут следующего года, чтобы вновь окунуться в северный колорит.